Горбачёв, конечно, своими ошибками, очень серьёзными ошибками, ошибками во внешней политике, ошибками во внутренней политике, особенностью, почему мы с ним разошлись, я, например, серьёзными ошибками национальной политики. Если 15 республик составляет Советский Союз, но основа этого всё же такая, но здоровая национальная политика. И на этой основе, собственно говоря, Советский Союз существовал, хотя существовала и разница между тем, что превозглашалось, и тем, что делалось. Но тем не менее, эта идеология жила. А когда он уже стал серьёзной ошибкой допускать по отношению к одной республике, к другой республике, и прибегать уже к силе, например, на нашей республике, это чудовищное, понимаете, явление было. Я не помню историю Советского Союза в случае подобного, я вам говорю, 90-го года, когда он ввёл огромный контингент войск сюда, для того, чтобы подавить здесь митинги и так далее. Но более глупого решения вряд ли можно было принять. Во-первых, если нужно было применять силы, здесь я работал в Азербайджане, Баку, я знаю, что здесь достаточно было подразделений советской армии, которые можно было использовать. А для этого не надо было собирать там из различных областей Северного Кавказа, формировать какие-то группы, направлять сюда самых высоких чинов. Как будто бы война началась, что ли? Министр обороны Язов, министр внутренних дел, первый заместитель председателя комитета госпезапасности. Сколько людей! А что здесь произошло? Ничего особенного. Но это стало трагедией. И, конечно, азербайджанский народ никогда не простит Горбачёву этого. Ну, а затем, то это были тиблийские события. Ну, например, здесь некоторые думали о том, что Горбачёв больше не позволит применять силы. Но, однако, он не понял. А потом, после этого, вильнюйские события и так далее. И поэтому тут субъективный фактор, конечно, сыграл свою роль. Может быть, он ускорил. Но это был нерешающий. А самое главное, что он знает, в том, что тот, кто стоял во главе Советского Союза, не понимал, что он делает. Субтитры создавал DimaTorzok